Интересно, живые или нет? Нет, не живые. Привет, друзья! Все, сейчас нахожусь в городе Шинкент. Недавно в сторис выложил рум-тур. В общем, давайте покажу. Вот так остановились. Это спальня. Здесь зал. Андрей сидит. Здесь душ, там, туда-сюда. Вот так это Андрюха рился пилит. Здесь вот подкупил сладостей, чуть-чуть семечки, вода. Как дела, друзья? Давайте. Кто там хочет на разбор, давайте поделаем, потому что очень много было откликов. Очень много людей там и лайков понаставили, потом и комментариях понаписали. Поэтому давайте пару людей разберем, и потом будем спать. Я хочу. Поэтому сейчас я уже там кого-то пригласил. Сейчас посмотрим, кто первый был. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас зовут как? И откуда? Меня Милана. Добрый вечер. И рассказывай, с чем пришла? Ну, вообще, много всего, конечно, но в последнее время меня очень беспокоит чувство какого-то давления в груди. Вот. Обследовалось вроде бы все нормально, но вот это чувство... Давление, в смысле, это где? Это вот где грудная клетка, прям посередине? Да. Где ребра сходят? Ага. Хорошо. Про что душа болит у тебя, расскажи. Да. Ну, в последнее время это сильнейшая апатия, чувство тревоги тоже есть периодически. Также какое-то разочарование было, хотя и по жизни борец, но сейчас опустились руки. Что за разочарование? Про что это было? Были определенные ценности... ...побеждения, и... То есть такая дезориентация, я бы сказала. Давай вот так, этот, более конкретнее, ладно? Ты сейчас вот размазываешь, это очень надолго тут затянется. Конкретно про что? В чем разочарование? Молодой человек бросил. Мама послала нахер, и что было? Допустим, вот для меня очень важны были семейные ценности. Также были определенные ожидания от брака, да, там... Были определенные ожидания от себя. И, в общем, вот как-то, ну, не удалось, и поэтому, собственно... Чего ожидала от брака? От мужа чего ожидала? Ну, я слишком идеализировала, конечно. Я ожидала такого безусловного понимания, любви и прочее, и прочее. Но я сейчас понимаю, что это мои проблемы, и... Тебе сколько лет сейчас? ...работки в себе. Но дело тут даже не в браке. Просто был ряд каких-то... То есть в последнее время, знаете как, как будто вот какая-то эстафета. Приходит одно, какие-то проблемы, я их решаю. Только мне хочется вздохнуть, и накрывает опять по новой, да, какие волны идут, и... Давай вот так, так не пойдет. Ты хочешь работать или нет? Ты еще будешь вот так вокруг да около ходить, или как? Или ты не готовишься работать? Давай. Что случилось? Два года назад я потеряла отца. Вот с тех пор все началось. Такое чувство, как будто я сублимировала вот это какое-то горе, проживание. Я его не прожила, да, и... Я ушла с головой в проблемы какие-то, работа, и мне кажется, заведомо я себе эти проблемы создавала, чтобы отвлекаться вот от своего горя этого, которое я не прожила. Теперь с мужа ты перекинулась на мужа? С мужем что-то... Нет, с мужем у меня... Нет, 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 с мужем давно как бы я в разводе, это другое. Просто я начала оттуда, да, вы спрашивали про разочарование и так далее, поэтому все это в кучу в общем. Тебе сколько лет? Мне тридцать. Тридцать лет. Тридцать лет. Дети? Двое детей. Двое детей. Возраст? Детей? Десять... Девять. Десять девять. Десять девять. Десять с половиной девять, да. Милана, дорогая, давай, закрывай глазки, потому что я не чувствую бесполезно разговаривать, закрой глазки, вдох через нос, выдох через рот, давай. Сделай глубокий вдох и выдыхай. Еще глубже. И из груди вот эту боль выдыхай, да. Вот так, молодец. Выдох. В теле что чувствуешь? Вот здесь я чувствую вот то же самое давление, о котором я говорила ранее. Хочешь, я тебе сразу скажу, что с тобой не так? А? Ты забралась вообще страшно просто. У тебя вся жизнь твоя выстроена на вранье. И ты дальше ходишь, держишь это лицо свое. Угу. Долго это еще продолжаться будет? Угу. Тебе же очень плохо. Что ты сидишь? Так. Ты сколько бегать будешь? Куда пошла? Угу. Я не знаю, это зависло быстро или нахер так послали, не понял я. Но в любом случае, думаю, что... Короче, друзья, смотрите. Если кто-то хочет выйти в эфир, то напишите сейчас. Я приглашу. Но вы должны понимать, дорогие, что здесь будут откровенные разговоры. Здесь нельзя просто так, как бы, должен... Цикава, это что такое? Цикава, на украинском ты что? Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут? Амуланга. Амуланга, вы откуда? Республика Калмыкия. Классно. Здорово. Сколько тебе, дорогая? Мне двадцать семь. Двадцать семь лет. Замужем, не замужем? Замужем, есть ребенок, в октябре будет три годика. Супер. С чем пришла? У меня, скорее всего, детская трамба. Трамба. Во. Я не волнуюсь просто. Вот. Обида на отца. Больше всего. Вот. Что не так было с папой? Ну, когда я была маленькая, он постоянно пил. И, ну, то есть, мама еще моя тогда с ним жила. Да? И вот у меня вот это вот все накопилось и здесь стоит. Здесь это где? В комнате, наверное, в горле. В комнате в горле. Не высказала, да? С папой сейчас общаешься? Ну, да. Да. Выплакивай давай. Все нормально. Вдох глубокий сделай. Выдыхай вот эту боль. Невысказанность. Дорогая, вдох и выдох. В груди, как нож прям как будто воткнули. Выдохни. Ты же очень тонкая, чувствительная девочка. Выдыхай. Ну да. Ты же очень тонкая, дорогая. Выдыхай. Вдох, вдох давай. Вдох, вдох давай. Папа, маму бил? Да. Да. Хорошо. Вспоминай, выдыхай. Насколько ребенку было тяжело, больно. Вспоминай эту боль, вытаскивай, прям выплакивай. Вот так, мой хороший. На выдохе, а-а-а, прям потихоньку буква вытяни. Угу. Молодец. А-а-а. Вот так, мой хороший. Давай еще. Ага, молодец. Закрой глазки. А-а-а, потихоньку. А-а-а. Вот так. Еще вдох у вас. А-а-а. Ну вот так, молодец. А-а-а. Вспоминай, вспоминай. Вспоминай. А-а-а. 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 Вот так. Еще вдох. Вот так. Дорогая, работай, дыши, не закрывайся. Что вы сегодня все за закрывашки такие? Вдох глубокий. Не закапывай глаза, запарила. Это очень красивая девочка. Не нужно закрываться. Вдох. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо. Нормально. Полегче тебе? Ну да. Что ты поняла? Честно, пока ничего еще не осознала, но просто спокойствие. Супер. Вопросы есть какие-то? Еще подышать хочешь? Нет, спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Так, что-то у меня телефон садится. Придется на полу сидеть в комнате. Сейчас я... Куда? Смаку. А, давай. Давай. Так. С той стороны есть? Угу. Угу. Друзья, кто их там готов? Куда? А ты монтируешь сразу? Да, скилл. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рада. Здравствуйте. Я рада, что вы... Я прям сидела и просила Вселенную. Пусть мне даст Вселенная, чтобы я смогла с вами поговорить. Рассказывайте. Как вас зовут? Рождена с именем Марина. Переименовали в три года в Викторию. И как обращаться? Виктория, наверное. Виктория. Да. Переименовали, болела что ли или что? Почему переименовали? Конфликт между родителями. Отец назвал Мариной, а мама разозлилась и переименовал в Викторию. Ага. Жестко, конечно. Папа сейчас где? Папа погиб при гастроле в Германии. Он был циркачем СССР. Угу, понятно. А мама замуж вышла второй раз? У мамы были много отношений. Ни разу не вышла замуж. Ни разу не была замужем, насколько я знаю. Нас четверо. И мы... В общем-то, все по-разному смотрят на семью. Скажу так. Маму расстреляли в 89-м году на подрождество. На Новый год. Что сделали? Расстреляли. За что? Она работала в КГБ. Она была сотрудницей КГБ, и ее расстреляли. Жесть. А вас кто воспитывал? У меня... Извинись. Тебя кто воспитывал? Меня воспитывал мамин брат, дядя, и его семья, большая семья. В Сибири я жила пять лет. Потом меня отправили в Москву, где я пробыла пять лет в школе-интернате. То есть была без родственных связей со всеми. А сейчас ты живешь? На данный момент я общаюсь с вами из страны, которая называется Швеция. Швеция. Ты замужем, не замужем, дети есть, нету? У меня есть прекрасный, шикарный сын, даренный мне Богом, я думаю, потому что мне не разрешали рожать детей. Я родилась с рожденным пороком сердца, который я получила от моей матери в наследство. И был тоже турбикулез, поэтому ребенком всю свою жизнь я была очень больная. А забрали меня в Швецию, и здесь впервые мне сделали операцию на сердце. Часто ты здоровая. Я вот буквально в ноябре под Рождество перенесла вторую сердечную операцию, и мне вставили механические клапаны. Сейчас я здорова. Киборг? Ага. Да, вот. Капец. А, это как шунтирование, да? Понял. Нет, мне ломали ребра. Мне ломали? Ломали, да. Там потом пружину такую, да, вкручивают, где ребра? Я не знаю, как это они делали, просто они как делают? Они освобождают все тело, кроме мозговой части, на кровь. То есть у тебя только пустое тело лежит, и тебя оперируют, и постоянно это все перерабатывают. А потом ты возвращаешься, и это очень болезненный процесс. Но я скажу, что это моя, считай, вторая официальная попытка жить дальше. Дорогая, у меня один тебе вопрос. Бога видела? Не в этот раз. В прошлый раз, когда рожала ребенка, видела. Ага. А то, ясно. Мне делали кесаревое, потому что нельзя было нервничать. И меня усыпили. И как раз вот после рождения его и до, приедя в себя обратно, я разговаривала с людьми. Но с мамой в этот раз я не разговаривала. Капец. Понял. И теперь, я даже боюсь спросить, с чем ты пришла? С чем хочешь поработать? Я заметила, что у меня, при всем том, что я люблю людей, я очень люблю жить, я очень люблю, ну, скажем так, я очень благодарна за то, что я вот сейчас сижу, разговариваю с вами. Потому что в ноябре, я, если бы не успели сделать операцию, я бы не смогла с вами разговаривать. Давай начнем с этого. Я очень благодарна. С чем я хочу поработать? Если возможно. Моя бабушка в Сибири, которая жила, она не любила мою маму. И я думаю, что очень много таких вот проблем, которые я испытываю в своей жизни, они, наверное, все-таки как-то мне передаются. И я хочу поработать над тем, чтобы... Ну, во-первых, я не знала свою маму. Давай начнем с того, что я выросла в детском саду, который находился в Серебряном Бару в Москве. Если кто знает, это Щукинская, туда в Тушино. То есть я без родителей выросла, всю свою жизнь, считай. Сейчас я мама 11-летнему ребенку, и я работаю над собой. Знаешь, как говорится, работаю... Я не знаю, что такое быть мамой. Я не знаю, что от меня требуется. Я реагирую на ситуации и работаю с этим. Что мне надо проработать? Это... Это, наверное, потерю матери и отца, и вообще быть сиротой. Наверное, это... Ага. Хорошо. И плачь. Давай, давай плачь. Все, понеслась уже. Ах! Чего вы сегодня все давитесь? Выдохни, пожалуйста. Мне 46 лет. Выдохни. И все свои 46 лет мне не хватает... Мне не хватает моей мамы. Извиняюсь. Сейчас мы тебе дадим маму дыши глубже. Поставь телефон, я сейчас блевану, а то... Голова... Во, молодец. Все. Вдох. Вика дыши глубже. Выдыхай. Ой, какая горечь на языке. Ёпта. Выдыхай. Не давись, я тебе говорю, Вика. Выдох. Плачь, плачь. Мы тебе сейчас очень много любви отправляем. И тебе тяжело принять. Потому что люди, которых родители бросают, у них внутренняя самооценка очень сильно падает. Внутри. Чего-то происходит, и ты недостойна. Еще что-то... То, что ты до сих пор жива, это капец победа, дорогая. Да. И я всегда говорил, что у меня какая-то сила пройти все, что я прохожу в своей жизни. Но мне все равно напоминается факт того, что я сирота. Выдыхай, сирота. Мы тебе сейчас сколько любви дадим. Сейчас прими просто. На что глубже. Только поплачь, дорогая. Потому что, чтобы зашла любовь, тебе нужно свою боль выпустить. Не нужно глаза закапывать сидеть. Выплакивай. Закрой глазки и вдох. Давай. Я привыкла. Я уже на притяжении... Вика, мозг нахрен не нужен сейчас. Остановись. Мозг мне твой не нужен. Ощущения и выпускай боли изнутри. У тебя звезд на языке прям горько. У меня... Не нужно делать хорошую мину. Выдохни твою мать, я тебе сказал. У меня не хватает. Ну, я не знаю, кто она. Мне жарко. Очень жарко. Выдыхай, это жуть по шклах. Жарко и паника в верхней части тела. Души глубоко. Я буду плакать целыми часами теперь. Мне просто хочется, чтобы люди могли тоже с тобой работать. Пласть, я тебе сказал. Не запихивай обратно, дорогая. Запарила ты. Когда ты так говоришь, я смеюсь, потому что я привыкла, что надо держать себя в руках. Надо брать то, что происходит в моей жизни. Я тебе разрешаю быть слабой. Расслабься, выплакивай. Мне уже, кажется, сил мне плакать. Не плакал больше десяти лет. Мне твои рассуждения нахер не нужны. Плач, я тебе сказал. Ты там в своей Швеции такой же мозгоёбкой стала, как они. Вы плакиваете, я тебе сказал. Не думай, блядь, много. Мне просто одной мысли хватает, чтобы понимать, что мы приходим одни, и мы, считай, остаёмся одни. И это очень больно. Чего, блядь, больно, эго у тебя там чешется? Нет, у меня просто руки холодные, а тело горячее. Ладно, нормально, нормально, выдыхай. Ты больше никому не нужна, кроме себя, дорогая. И так все. Не ты одна. Да. И не важно, были родители, не были. Конечно, когда были родители, когда ты была маленькая, они нужны были. Сейчас ты уже взрослая женщина, выдыхай. Ты так иначе, так и иначе одна. У тебя ещё задача сына, сын у тебя же, да? Да. Сына отпустить ещё задача. Ты его никуда не отпускаешь, боишься, наверное. Нет, я отпускаю, я работаю над собой. Молодец. И разрешаю, отдаю его, он уезжает. Иногда подолгу уезжает. То есть я работаю над собой. Выдыхай. Ты маму вообще не знала, да? У меня есть фотография, всё, что у меня есть. Как её зовут? Нет, я её зовут. Как звали её? Татьяна. Вот смотри, Виктория, мозги сейчас не крути только мне, ладно? Мне твои рассуждения нахер сейчас не нужны. Закрываешь глаза и минут 15 глаза не открываешь. Когда мама придёт, с ней поговори. Всё, что хотела ей сказать, скажи, поняла? Да. Ни о том, что сейчас не думай. Ясно тебе? Да. Вот так ручки сделай. Сейчас обе. Вот так. Да. Закрывай глазки. Ещё раз маму зовут? Татьяна. Татьяна. Да. Снежо. Татьяна. Татьяна. Продолжение следует... 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 Как дела, дорогая? Моё сердце бьётся, как будто я бегу в маратон, а голова и моя душа, они стали свободны. Я чувствую, что именно душа, а я знаю, она есть во мне, я её всегда чувствовала, она приняла, наверное, это состояние такого полутранса, я чувствую, что я очень чётко всё понимаю, у меня сердце очень сильно бьётся, у меня холодные руки и ноги, но мне жарко при этом, даже где-то какое-то такое лёгкое опьянение. Дорогая, давай вот так сделаем, я очень за тебя рад, ты молодец, тебе теперь надо отдохнуть, выходи из эфира и иди ложись спать, ладно? Поспи хотя бы полчаса, хорошо? Хорошо. Как заново родишься, увидишь потом. Комментарий потом напиши, я это видео сохраню, в инстаграме комментарий напиши, как ты себя чувствуешь, ладно потом? Хорошо. Всё тогда, ну ни с кем не разговаривай, выходи из эфира и ложись спать. Хорошо. Поняла? Да. Всё, давай, люблю. Пока. Чё-то не вышло пока? Угу. Друзья, в общем, такие дела. Если вы хотите, чтобы эти эфиры были чаще, напишите, пожалуйста, комментарий под постом, который сейчас я сохраню. И если он наберёт там больше десяти тысяч просмотров и лайков, в общем, мы сделаем этот эфир повторно, ну вот прям на днях. Поэтому всем большое спасибо, надо уже спать, в общем, эфир я сохраняю. Всё, всех люблю, обнял. Пока.